Так, здравствуйте. Сегодня мы будем слушать Алексея Наумова из Высшей школы экономики. Он нам расскажет что-то про МСМС. Я даю слово Алексею. Да, спасибо за приглашение выступить на семинаре у Братарии Чебешова. Да, сегодня я расскажу про снижение дисперсии для некоторых зависимых последовательностей, про некоторые приложения, но в частности к методам МСМС. Эта работа основана на двух наших статьях. В конце будет список литературы. Одна в журнале Start and Computing и одна в журнале Anti-Odentic Quantification. Это Сиамовский журнал. Это совместная наша работа с Денисом Беломестным из Дуисбург-Кэстен и Высшей школы экономики. С Сережей Самсоновым, Леней Осипой. Леня сейчас уже не в Вышке, он в Институте Сбербанка, вот этого искусственного интеллекта. И с Эриком Мулине из Эколе Политехниг. И Эрик также по совместительству работает с нами в Высшей школе экономики. Это такой наш проект, который начался, наверное, где-то года три назад. И вот наша статья последняя вышла в январе 2021 года. Сейчас мы немножко от этой темы отошли, но кое-какие вещи все делаем в области обучения с подкреплением. Некие похожие вещи можно пробовать делать. Вот, ну, в целом, как бы, общая... Сейчас, может быть, мне надо... Ой, 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 что-то я сделал такое. Я зачем-то перевернул страницу. Сейчас, не понял, как я это сделал. Хорошо, поскольку я это сделал. О, кажется, я вернул. Нет, видимо, надо ее перевернуть три раза, да? Теперь так вот. Теперь стало как надо. Сейчас я, наверное, полный экран, я, видимо, не сделал, да? Сейчас, наверное, полный экран, да? Вот, то есть вообще, как бы, идея методов Монте-Карло – это ту задачу, которую мы рассматриваем. У нас есть некоторая плотность или мера π. Здесь, в основном, я буду считать, что все-таки у меры есть плотность, и буду обозначать ее также буквой π. Вот, и мы хотим посчитать интеграл от некоторой функции по этой мере. И интеграл от функции по мере я буду, как раз, обозначать π от f. То есть это математическое ожидание, f θ по мере π. Вот, и мы хотим сосчитать такой интеграл. То есть, понятное дело, существуют разные методы, но вот один из таких методов – это метод Монте-Карло. То есть мы просто берем, моделируем последовательность независимых одинаково распределенных наблюдений из распределения π и заменяем интеграл на просто выборочный средний. Тогда, вроде как, по закону больших чисел при некоторых условиях, если просто этот интеграл существует, то, соответственно, по усиленному закону больших чисел Холомогоева такая оценка сходится к тому, к чему надо. Вот, то есть это как бы стандартный метод, если возможно сцемплировать из распределения π. Вот, и как бы одна из задач, которая здесь возникает – давайте посмотрим на дисперсию нашей оценки. То есть если мы сосчитаем дисперсию, то, понятное дело, дисперсия суммы и сумма дисперсии в случае независимых наблюдений. И если они одинаково распределены, то получается оценка дисперсии f делить на n. То есть вот если мы хотим уменьшать дисперсию нашей оценки, то есть две возможности. Первая возможность – это как бы самая простая – увеличивать объем выборки. То есть надо брать n очень большим. Но не всегда это возможно. То есть может быть это и вычислительно сложно. То есть не всегда размеры выборки можно взять сколько угодно большим. Вот, вторая вещь – это так называемый метод контрольных переменных, который отчасти вот в этом докладе и будет. То есть идея этого метода следующая. Давайте возьмем какую-то другую функцию g. У нас была функция f. Возьмем функцию g. Такая, что ее средняя по мере π равно 0. И сделаем ее такой. То есть она фактически должна отрицательно коррелировать с функцией f, чтобы дисперсия f минус g была меньше, чем дисперсия f. То есть вот возникает такая вот задача поиска такой функции g. И тогда мы можем нашу оценку выборочной средней просто заменить на вот сюда подставить f минус g. То есть такая оценка тоже не смещенная оценка того, чего надо, но вот у нее, соответственно, дисперсии будет меньше. Вот этот метод называется методом Монте-Карло с контрольными переменными. То есть это вот такая идея. То есть делать контрольные переменные. Вот. Возникает вопрос, как выбирать эти контрольные переменные. Есть много способов, как это делать. То есть первый как бы... Прошу прощения, почему так называется контрольные переменные? Это вот та функция контрольная переменная, считается, да? Хороший вопрос. Никогда не задумывался. То есть это вот... Хороший вопрос. Слушай, можно контролировать дисперсию с помощью... Не знаю, вот честно говоря, вот хороший вопрос. Да, просто кажется, что g, наверное, но при этом тут множественное число. Еще контрольные, переменные. Ну или может быть, да. Да, может быть метод контрольных переменных, да. Ну то есть вот хороший вопрос. Я еще не задумался. Хороший мне задачу задал. Вот подумаю. Надо посмотреть какие-то оригинальные, видимо, работы по этому делу. Вот. И один из подходов, как можно делать. То есть можно при выборе функции g пытаться минимизировать по некоторому классу, минимизировать выборочную дисперсию. То есть это так называемый... Я его буду обозначать EWM метод. Вот. То есть мы будем брать выборочную дисперсию и ее минимизировать. То есть это вот была работа беломестного Лёни Осипова, Никиты Широтовского и Кентана Пари. По-моему, она вот должна сейчас где-то выйти. Вот. Забыл. Где, кажется? Выперещено рисёшь или что-то такое вот. В которой вот они как раз следовали данный метод. Но сегодня я про него буду достаточно мало говорить. Но в какой-то момент это снова вещь возникнет. То есть это вот работает в случае независимых одинаково распределённых наблюдений. Вот. Как бы, ну вот, например... Какое-то параметрическое семейство у нас? У нас какое-то параметрическое семейство, да, для G получается? Да, чуть попозже я скажу, какие можно варианты брать в качестве контрольных переменных. То есть вот это будет, да, это будет некое семейство, некое параметрическое семейство будет. Вот. Понятно. А удовлетворить тому, что интеграл равен нулю, это что-то... Это я тоже чуть попозже об этом расскажу. Вот. Как это можно сделать так, чтобы PHG было равно нулю. Вот. Но вот, вот как бы классический, как бы вот, где применяется MCMC, это не MCMC, а вообще сэмплирование, да. То есть вот где нужно сэмплить, это, соответственно, задачи байсовской статистики. У вас есть некая выборка из некого распределения параметрического P, T, T, Z, да. И у вас есть, предположим, некое априорное распределение на параметре T. Вот. И вы можете, имея априорное распределение, можете сочетать априорное. Можете, имея априорное распределение, можете сочетать априорное распределение. Оно задается вот такой формулой. Да. То есть вот, казалось бы, числитель у нас есть, да и, в принципе, и знаменатель есть, Но проблема в том, что из такой плотности, вообще говоря, в байсерской статистике много всего можно считать, если есть такая плотность. Но здесь возникает несколько проблем. Первая проблема – это если размер достаточно большая, то как сочетать интеграл, который в знаменателе стоит? Получается, что у нас классическая проблема, что у нас плотность известна, но с точностью до нормировочной константы, которая стоит в знаменателе. Вторая проблема – а как вообще извлекать выборку из такого распределения? Как извлекать выборку из гауссовского распределения? Более-менее много есть методов, всякие разложения Холецкого, еще что-нибудь. А как из таких распределений, которые могут иметь гораздо более сложную структуру, чем просто гауссовское распределение, как из них извлекать выборку? Вот возникает вопрос как бы моделирования из таких распределений. И для таких задач обычно используют не Монте-Карл, а используют то, что называется Markov Chain Монте-Карл. Я просто напомню, на всякий случай, если вдруг кто-то не сталкивался или давно уже не сталкивался, то это, соответственно, вместо того, чтобы генерировать независимо одинаковое распределенное наблюдение, можно взять определенную Markov Scoot Shape, у которой инвариантное или стационарное распределение – это в точности распределение P, запустить ее, подождать как бы некоторое время, например, то есть это то, что называется прожиг, то есть подождать, когда Markov Scoot Shape придет в стационарный режим, и заменить выборку из независимых наблюдений на просто вот наблюдение нашей Markov Scoot Shape. То есть взять такое, то, что называется, эргодическое среднее. Вот тоже я его обозначаю PNATF. Вот здесь я не пишу, что я начинаю с нуля, но на самом деле обычно все-таки ждут некоторое время, чтобы Markov Scoot Shape сошлась к стационарному распределению. То есть не со стартовой точки берут, а чуть-чуть ждут. Поэтому то, что здесь как бы у меня K начинается с нуля, это может быть не очень хорошо, но я просто не перегружать индексами. То есть, наверное, нужно какой-то пропуск делать, чтобы независимость получить? Нет, независимость здесь как раз не нужна, то есть просто достаточно наследовательная, но они уже почти одинаково распределенные все, но могут быть еще зависимыми. Ну и тогда есть, например, всякие эргодические теоремы, которые говорят, что все равно такой PNATF сойдется к PNATF при некоторых определенных условиях на Markov Scoot Shape. И вот в основном я буду все-таки... То есть основная задача здесь какая возникает? Вот окей, у меня есть распределение P, которое я хочу, чтобы оно было у меня стационарным распределением для Markov's CP. Спрашивается, а как мне выбрать переходное ядро? То есть вот чем задается Markov's CP? Markov's CP, чтобы задать ее, нужно начальное распределение, то есть, например, P0, которое будем обозначать, и переходное ядро, либо матрица переходных вероятностей. И тогда Markov's CP как определяется? То есть это такой процесс, для которого, если я в момент времени N нахожусь в точке θ, то в момент времени N плюс 1, например, в дискретном случае, я окажусь в множестве A вот с вероятностью, которая задается вот таким ядром. То есть ядро – это функция от θ и от множества A. То есть стартую из θ, перехожу в множество A. И получается так, что у меня Markov's свойство, что Ttn плюс 1, оно зависит только от Ttn. То есть ему неважно, как я пришел в точку Ttn. То есть ему неважно, как я в момент времени N-1, N-2, где я находился. Важно, что в момент времени N мы находились в точке θ. И теперь возникает вопрос. Окей, у меня есть стационарное распределение π. Я хочу построить такое переходное ядро, чтобы моя марковская цепь была… Соответственно, эта марковская цепь, во-первых, сходилась к этому распределению, и π было стационарным распределением для марковской цепи. Но есть много методов разных. Наиболее классический метод – это то, что называется Metropolis-Hustings-алгоритм. Он, если совсем коротко о нем говорить, то алгоритм состоит в следующем. Сначала мы берем… Предположим, вот у нас уже есть k-наблюдение. То есть мы уже сделали k-проходов по марковской цепи. Хотим сделать k плюс 1 проход. Что мы делаем? Мы берем какую-то плотность q. То есть берем какое-то распределение q, которое мы сами выбираем. Это наш выбор. То есть это может быть, например, нормальное распределение с математическим ожиданием, скажем, которое сидит в точке ТТК, и какой-то дисперсии. И я с помощью этого известного мне распределения делаю некий, то, что называется, proposal. То есть я делаю некое предложение. То есть я беру и беру случайную величину z, моделирую, которая имеет в точности вот такое вот распределение. ТТК я знаю, то есть ТТК мне известно. Теперь что я делаю? Теперь у меня есть точка z, это то, что называется proposal, предложение мое. Я вычисляю следующую вероятность. Следующая вероятность. Это минимум из двух чисел. Первая – это единица, а вторая – вот такое отношение. Фактически, вот смотрите, предположим, что вот эта функция q, которая здесь стоит, она симметрична относительно своих аргументов. ТТК и z. То есть тогда у меня пропадет, q пропадет из числителя, и q пропадет из знаменателя. Тогда что получается? Остается только π. И получается, что если новая точка z, в ней плотность больше, чем в точке ТТК, в предыдущей, то получается, что я иду в тот регион, где плотность выше, то есть где у меня соответствующее распределение, моду у нее повыше в этой точке, то есть плотность побольше. То есть надо как бы идея идти в те области, где как бы наиболее жирная плотность сосредоточена. И поэтому если эта дробь оказалась больше единицы, то получается, что альфа равно единице, и тогда я принимаю вот это предложение z, ну тогда с вероятностью единицы. То есть действительно получилась точка, где плотность больше. Если, соответственно, эта величина оказалась меньше единицы, то я вообще говоря в ту область, в которой как бы плотность меньше. Но есть некая проблема, что можно застрять. То есть если вы попали в локальный, например, минимум какой-то, то или в локальный максимум вы попали, то вы, например, из него, нет, в локальный минимум вы попали, из него вам сложно выбраться, и вы можете в нем просто застрять. То есть никогда из него не уйти. Честно, только, наверное, локальный максимум. То есть, наверное, в локальном максимуме если застряли, то из него сложно выбраться. И тогда что делать? Предлагаю сейчас сделать некоторую рандомизацию. То есть с небольшой вероятностью, вот в точне с этой вероятностью альфа, попробовать все-таки прыгнуть в новую точку то есть таким образом и как бы избегаем то что наш алгоритм застревает застревает в каких точках вот но в общем здесь q может быть вполне себе несимметричным но в любом случае в чем преимущество что здесь стоит отношение пи в точке z и пи в точке т тк мы имеем доступ плотности пи то есть мы можем ее вычислять в разных точках может быть стоя с точностью до нормировочной константы но здесь так как здесь отношение стоит то нормировочная константа нам не важно поэтому вот как бы в чем преимущество этого метода что что можно знать просто плотность вычислять и в каких точках с точностью до нормировочной константы вот это очень популярный алгоритм обычно как бы им 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 пользуются и вот в последнее время такие очень популярны это два типа алгоритмов которые называются юла или ван живен динамикс и мало вот юла состоит следующем рассматриваются следующие стахастическое дифференциальное уравнение нашим наше распределение пи имеет вид экспонента в степени минус у то есть вот то есть вот ну принципе такое так любое распределение до можно записать в таком виде вот и но главное чтобы вот у был градиент мы могли вычислить деньги оказывается что если мы запустим вот такой стахастическое дифференциальное уравнение то она с его закон распределения его сойдется и устремлять бесконечности он сойдется в точности к распределению пи от это то есть это инвариантное распределение вот и обычно что делают обычно просто рассматривать схема л то есть вот можно дискретизовать тогда мы конечно сойдемся не совсем к пи там будет некий байз но вот об этом байзе здесь говорить не буду потому что нас очень много времени займет потому что этот байз будет он будет уменьшаться если я буду смещение будет уменьшаться если я гамму буду стремлять к нулю вот но фактически я могу этот алгоритм который сходится распределение пи его рассматривать как самостоятельно и так часто делают также сделать поправку из метрополис хастингс то есть как бы сделать юлу вот то что это юла это называется вот это она джазит ланжевен алгоритм сделать его как проползал то есть я вот на вот то что у меня здесь было вот я делал проползал да кандидат z был у меня в качестве предложения я его фактически могу делать с помощью динамики ланжевена тогда она как бы в точность если я нахожусь в точке ттк то это вот эту часть я все знаю то есть у меня получается тк плюс первое это просто нормальное распределение с вот таким вот среднем ттк минус гамма градиент у и вот с такой дисперсии 2 гамма то есть вот полностью это определяет вот эту функцию q и делать дальше просто поправку метрополис хастинг тогда в таком случае алгоритм за этим мало вот и можете вот есть я поставлю там свои слайды можете потом очень хорошая демо кто-то сделал какие-то китайцы сделали очень классно классно выглядит там разные можно распределение выбираетесь и разные алгоритмы смотреть как он заполняет такая визуализация mcmc как он заполняет это распределение очень красиво вот то есть вот эти алгоритмы они очень популярны теперь и и в принципе я их буду много рассматривать теперь все-таки возвращаясь вот к снижению дисперсии для алгоритмов mcmc да то есть вот теперь у меня есть снова моя оценка но теперь это сумма зависимых наблюдений спрашивается опять например я хочу попытаться минимизировать дисперсию то есть я хочу взять дисперсии минимизировать ее по некоторым класс контрольных перемен а который чуть позже как я обещал я расскажу как выбирать вот эти функции же но в принципе даже уже здесь мы буду вот смотрите как можно выбрать вот это ж опять же это не совсем конструктивно конструктивно будет чуть позже вот первое что можно сделать можно контрольную переменную взять в таком виде то есть можно взять некую функцию которая интегрируем и по папе и взять рассмотреть такую разность и минус фильмы которые подействовали дам п как бы это использовать терминологии марковских цепей если использовать просто интеграл это выглядит зачем то есть я беру фи и вычитаю средний фи по вот этому еду то есть эта функция которая зависит от это я зафиксировал теперь я осредняю по такой мере и теперь если я возьму от обоих частей от ожидания по пи то мы увидим что вот здесь будет двойной интеграл можно поменять местами и воспользоваться тем что пи является стационарным или инвариантным распределением для ядра вот это внутренний интеграл он нам даст ровно он нам даст пи от y вот если приставку делаю и он если я потом y заменю снова на тета то даст мне тот же самый интеграющий в точности вот то есть вот таким образом получится получится контрольная переменная с нулевым средним то есть и туда я могу подставлять любые функции f которые из l1 да но пока это мне не говорит какая из них самая лучшая функция то есть пока первое что это говорит что если у меня есть ядро я беру функцию которая интегрирована по по мере пи ну такую делаю контрольную переменную ки получаю получает то что у нее нулевой средняя с точность точки зрения но это как бы это можно сказать почти задаром получилось то есть здесь мы воспользовались связью ядра и вот это распределение пи класс функции получается зависит еще от ядра марковской цепи до которой мы здесь да да но мы как бы считаем построили марковской цепи у нас есть марковской цепи построили взяли функцию которая зависит от ядра да вот это как бы сделали теперь как бы какую функцию выбрать но вот оказывается что если я возьму вот эту функцию с предыдущего слайда фи минус среднее по по ядру да и приравняю ее к тому что у меня вот f минус пи от f пи от f я не умею считать это моя цель считать пи от вот но если я например умел бы ее считать то если бы я приравнял бы то получилось бы в другом в другом виде это можно переписать как формула 1 да то есть это что было на предыдущем слайде и я просто теперь хочу найти фи которая зависит не только от ядра п но еще и зависит от функции f вот и оказывается что теперь смотрите что получается что взял я такой функции что у меня получилось что что теперь если я из моей функции f вычту такую контрольную переменную то я что получу я получил в точности соответственно f ну то есть у меня во первых первый способ то что я сделал я я предъявил класс контрольных переменных да и теперь я приравниваю теперь я вычитаю из функции f ж от получается f вычести f здесь и прибавить 5 то есть учился в точности пиаты то есть вот эта вещь получил точности равна константин если я вот так выбрал контрольные перемены если я выбираю контрольные перемены фи как вот решение по измените посл Geoff 1 то есть видим что вот эта разность f мин j ти всегда равно константин но у константы дисперси наливает то есть вот если я бы умел бы решать такое уравнение пассона то у меня была бы соответственно нулевая дисперсия вот это как бы тоже более-менее задаром есть мы знаем как бы как решать уравнение пассона но мы его не знаем как решать потому что первых сложно решать то есть надо и решать такое вот интегральное уравнение уравнение один сложно решить плюс еще не очень понятно что делать спи от f который мы не знаем каким оценить вот то есть как вот как на что его заменять то есть в принципе как бы на практике эта вещь нерешаемая вот были некоторые попытки его решать я может здесь пропущу здесь есть некоторые статьи которые предлагают там аппроксимировать то есть выбирать какие-то базисные функции пытаться аппроксимировать сеть интеграл по базе функции вот то есть не не есть методы там например статья миниатрича это дискретизация уравнение пассона но это все хорошо пока размерность 12 если соответственно у нас размер 100 то все любая дискретизация у меня не пассона это соответственно проклятие размерности все вот здесь я останавливаться не буду детально вот но вот что народ делает то есть вот есть большая группа в ангелии вокруг котиса джоролами они вызывают там разные методы и вот в качестве критериев как бы они рассматривают два типа вот как бы как выбирать функцию же да то есть они они либо говорят либо надо тоже как мы делали в и в случае независимых наблюдений либо надо минимизировать дисперсию да то есть вот ну вот это не совсем дисперсия называть ну то есть объясню почему это не совсем дисперсия то есть они предлагают взять тот же самый функционал что в случае независимых наблюдениями и минимизировать его либо то что называется наименьший квадрат да то есть пытаться минимизировать вот такой разность вот и это как бы их их критерий как это работает я чуть позже покажу на графике вот есть некоторые идеи что вот можно например дело поступать аналогично случае независимых наблюдений либо соответственно поступать вот как брать или сквозь то есть ли сквозь отличается от zero variance тем что здесь не вычитается средний вот есть есть несколько методов таких достаточно популярных что вот люди делают в эту область вот но на самом деле давайте посмотрим вот теперь возьмем и для марковской цепи сочетаем сочетаем дисперсию нашей нашей статьи статистики и предположим что мы начинаем с распределение пи в нулевом момент времени мы предположим что мы умеем начать со распределением пи если это не распределение пи то это как бы немножко сложнее просто более сложной выкладке будет еще дополнительность влагаемый который отвечает за скорость сходимости к распределению пи ну то есть вот если опять дисперсии суммы есть сумма дисперсии плюс всевозможные к вариации и если я определю такую автокорреляцию шагом к который я буду обозначать его к то тогда здесь у меня так как я так как я цепь начал из-за инвариантного распределения то на каждом шаге он остается таким же то есть у меня выборка зависимая то есть это к то и зависимы но одинок но одинаково распределён поэтому дисперсия здесь в дисперсии все слагаемые будут одинаковые да то есть вот поэтому у меня просто получится значит здесь смотрите их n квадрат сейчас только здесь да правильно когда я посчитаю у меня должно быть n квадрат а в числителе будет сумма дисперсии ft тк то но они все одинаково распределены поэтому это будет дисперсии делить на либо нулевой нулевая автокорреляция делить на а здесь их тоже можно все сгруппировать и просто вот записать такую сумму где стоит автокорреляция вот то есть вот видим что что на самом деле вот если бы у нас был случай одинаково не зависимых наблюдений то 2 слагаемую не было бы все то на 0 и мы бы имели бы вот эту величину в случае маркерской цепи еще очень важна зависимость автокорреляции очень большая лига она может сделать дисперсию достаточно большой вот эти слагаемые может быть вполне себе сопоставима с вот этим слагаем или там даже больше поэтому как бы то что делают например вот эти ребята минимизирует такой функционал dn f минус же они фактически забывают автокорреляции и минимизируют только нулевую автокорреляцию вот за меня ее на выборщину вот это как бы не совсем не совсем хорошей то есть вот принципе вот то что здесь у них стоит это данном случае просто нулевой будет будет нулевой нулевой автокорреляции вот и теперь вот оказывается что я здесь опять же не пишу но при при определенных условиях можно показать что щас края на центральное предельное теоремя да будет выполнены и вот staat дисперсия в инфынте которые вот ну фактически вот то что я здесь не сейчас окей верно центральной определить тот региона при определенном habl 63 то есть также как и для независимых наблюдений есть он тональёй пределен теремии здесь стоит вот это в бесконечности в бесконечности это в точности дисперсия предел дисперсии вот здесь я сочетал дисперсию когда n фиксирована теперь если я предел возьму при стремящемся к бесконечности вот эта вещь она должна стремиться к некоторому в бесконечности тоже при определенных условиях она сходится вот поэтому вот это предел он это правильная величина то есть по ней например мы всякие можем доверительное множество строить для PNATF. И поэтому правильно минимизировать именно вот эту VINFINITY, потому что именно она отвечает за, это правильная оценка, она за доверительный интервал отвечает, за минимизацию оценки PNATF и так далее, чтобы она меньше скакала вокруг PNATF. И поэтому, как я уже сказал, правильно, но проблема с VINFINITY, она как бы следующая, что VINFINITY не очень понятно, как считать на практике, потому что VINFINITY – это штука, где N стремится к бесконечности. Поэтому первое, что надо сделать, это попытаться это VINFINITY оценить. То есть, если у меня была бы какая-то оценка вот этой дисперсии VINFINITY, которая возникает в центральной предельной теореме, то тогда бы я бы, например, метод, который OTIS или Мира использует, я бы их, соответственно, заменил бы на просто то, что я пытаюсь минимизировать правильную оценку, вместо фактически просто в выборочной дисперсии пытаться оценить выборочную дисперсию плюс выборочный автокорреляционный коэффициент. Ну и здесь вот на самом деле достаточно легко понять, как я еще раз напоминаю, что вот, что если у меня дисперсия для фиксированной N равно вот этой величине, если я сюда подставлю нормировку, добавлю единицы на корень из N, поэтому если я возьму предел при N стремяшем бесконечности, то на самом деле понятно, что эта вещь сойдется, опять же, при некоторых предположениях, она сойдется вот в такой бесконечной сумме. То есть вот, видимо, что у меня на самом деле V-infinity, это просто я должен взять всевозможные коэффициенты автокорреляции от K от минус бесконечности до бесконечности. Поэтому как бы разумной оценкой для V-infinity что смогло бы служить? Могло бы служить то, что я беру и этот ряд каким-то образом усекаю с двух сторон. То есть я на каком-то его шаге, если у меня автокорреляции достаточно хорошо убывают, то я просто где-то его усеку и получу хорошую оценку для V-бесконечности. Ну, есть разные методы, вот есть статья в Enos of Statistics, где просто предлагаются разные методы оценивания V-бесконечности. Вот один из методов, это просто мы берем, не только урезаем эту бесконечную сумму, но еще урезаем с некоторыми весами. То есть, например, здесь предлагается брать, по-моему, здесь просто у нас такая трапециевидная функция фактически получается. То есть мы урезаем ее на каком-то шаге BN, BN – это окно. То есть обычно BN какое-то имеет логарифмическое, при некоторых предположениях. Если автокорреляция геометрически быстро убывает, то достаточно BN взять логарифмическим по N. То есть мы просто берем и с некоторым весом срезаем V-бесконечности. Тогда вот VN будет хорошей оценкой. Здесь только плохо написано. VN от F должно быть хорошей оценкой. То есть я здесь почему-то функцию H поставил. Здесь на самом деле можно везде функцию F поставить. И тогда это будет хорошей оценкой для V-бесконечности. То есть идея примерно в следующем, что надо все-таки автокорреляции учитывать, что про них нельзя забывать. И я дальше покажу, что это на самом деле достаточно сильно меняет дело. Ну и тогда что надо делать? То есть опять же выбрать некий класс контрольных переменных с нулевым средним и по нему минимизировать вот эту оценку VNH. То есть это как бы метод. То есть очень простой метод минимизации. Теперь как бы на вопрос про то, как выбирать, какие есть еще варианты выбора класса контрольных переменных, как его реально построить параметрическим классом задать. То есть это то, что называется стейновские контрольные переменные. Ну вот если я возьму, запишу плотность свою, из которой я хочу моделировать, и по которой я хочу считать интеграл в таком виде, как экспонент минус у от это, у это потенциал. Можно маленький вопрос? Я прошу прощения. То, что вот до этого было, получается, это то, что мы поняли, как получить как бы трактабл оптимизационную задачу, которую мы хотя бы можем вычислять, собственно, целевую функцию. И еще поняли, как задешево получать классы с нулевым средним. А теперь обсуждаем, собственно, как получать классы, которые полезные, классы этих переменных. Да-да, то есть фактически у нас было то, что если мы в случае независимых переменных, то просто надо минимизировать, условно говоря, выборочную дисперсию по некоторому классу. Значит, если в марковской цепи, то не надо минимизировать выборочную дисперсию, надо учитывать еще автокорреляцию, то есть добавлять туда с некоторым весом выборочную автокорреляцию. Вот, теперь как бы, как правильно параметрически задавать классы контрольных переменных? Потому что мы не можем решать уравнение по сону. То есть уравнение по сону – это идеальный случай. Уравнение по сону было бы очень классным, мы умели бы решать вот ну вот класс контрольный перемены которые очень классным параметрически очень многие используют это следующий класс то есть вот мы берем некоторые функции фи которые дважды дифференцирован и берем контрольный перемены такого вида но вот случае может быть когда у нас размерность 1 это не очень понятно почему мы здесь берем там f штрих и f2 штриха можно было бы здесь просто взять f и f сделать репараметаризацию но вот случае больше размер свет как бы более понятно вот но предположим и вот задали функции g в таком виде тогда смотрите давайте сосчитаем математическое ожидание по мере пи вот здесь получилось значит подставили сюда контрольную переменную и теперь просто что мы сделали мы просто поинтегрировали по частям вот это второе слагаемо и при некоторых предположениях на нашу функцию что у нас получилось что у нас как будто этот в интегрировании почитаем первый слагаем уйдет а второй нам дает интеграл то есть мы производную одну из производных функции фи мы перекинули на экспоненту да соответственно вот поэтому нас получилось у штрих у штрих здесь стоит экспонент поэтому вот эта разность она равна нулю вот просто интегрирование по частям поэтому это честно за эти стейновские контрольные перемены потому что ровно так вот лима стейна в принципе и доказывается да вот классический лима стейна про характеризацию нормального распределения здесь вместо нормального у нас более широкий класса распределения но так контрольный переменствовать если мы рассмотрим более общий случай эту контрольную перемену надо взять таком виде то здесь стоит у нас соответственно градиент функции фи здесь оператор лапласа функции фи то есть второй производные вот и тогда вот можно то же самое сделать только просто многомерное интегрирование применяя можно показать что по мере пиво такой вот контрольный переменный будет 0 0 средняя ну и вот как бы какие функции фи обычно берут например функции фи можно взять скалярин произведение некоторого вектора b ст тогда если сюда подставлю то у меня получится по моему просто константная контрольные переменные потому что вот это будет 0 да а это мне даст соответственно b b скалярно на на было вот и такие контрольные перемены как бы и получается что мне теперь надо вести оптимизацию по всевозможным вектором b то есть когда я буду минимизировать правильную оценку дисперсии я буду перебирать все вектора b если я возьму вот такую квадратичную функцию то соответственно я потом буду перебирать всевозможные а и b у меня получится линейный контроль на перемены здесь квадратичная контроль переменная квадратичной функции фи которые приведут меня к линейном функции же фактически вот то есть вот и можно на самом деле все что угодно делать их можно в принципе здесь и не летом нейроны сети представлять мы пробовали не daily делать вот можно в качестве функции фи я не ограничивается там линейный квадратичный можно все что угодно делать немножко просто вычислительный более сложно но вполне себе тоже имеет право на существование вот это как бы конструктивно как построить контрольную переменную у которой нулевой средний и теперь и как бы понятно как вести параметризации как вести оптимизацию в оптимизации мы ведем на понятных множество вот ну вот после как как это работает на примерах давайте я покажу у меня совсем мало времени осталось ну то есть так называемый банана шейп распределение то есть они вот имеет вот такой вид то есть это реально ввести в двумерном срезки смотреть арен как у похоже на банан вот здесь вот оценки стоит то есть вот это точно за это бар диаграммы вот если мы вообще не делаем просто запускаем прервью запускаем он живет динамику вот то вот как выглядит оценка нашего среднего оценка нашего интеграл то есть она разброса значит если мы делаем минимизируем только дисперсии то то почти то же самое что в обычном случае если соответственно берем учитываем еще и корреляции то вот уменьшаем это соответственно для малая когда мы метрополис кастинг то есть еще лучше это для там но я здесь об этом не буду говорить вот можно это делать для например для логистической регрессии то есть такие можно сказать задачи такая стандартная задача у нас ну то есть вот мы пытаемся решить такую логистическую регрессию да у нас вот параметр это неизвестен может быть меня совсем к сожалению нет времени она не буду на этом очень останавливаться долго но вот видим что он при нас здесь здесь оба метода неплохо работает но здесь на самом деле размерность достаточно большая может быть вот но если убрать ванилу юлу то вот видно все равно вот как бы разброс становится меньше вот значит корреляции как бы надо учитывать есть в общем есть достаточно большое количество примеров как это работает есть там всех здесь вот я потом презентацию вышлю есть такие лодка вольтера как работает и так далее можно все это делать я это пробегу ну коротко скажу что совсем коротко что когда у нас например задачи байсовской статистики то понятно дело что вот если я свою запишу свою постериорную плотность в таком виде да то у будет иметь вот такой вид видите здесь надо суммировать алгоритм вот плотностей да и большой она может реально очень большим все может быть там миллионы там и так далее поэтому каждый раз перевычислять вот эту функцию как функция тета может быть достаточно долго то есть я делаю динамику ланжевена или его запускает я даже на каждом шаге это пересчитывает это может быть очень долго это делают люди часто делают заменяют обычный вот этот оценку градиента заменяют ее просто берут некий то что за чем батч берут подвыборку и соответственно усредняют по подвыборке вот то есть мы оцениваем градиент не во всех точках а только в них там небольшом окне и тогда тоже получается методы фактически такие методы как бы получается метр который называется статистик градиент потому что мы оценку мы градиент заменили его оценки здесь возникает другая проблема здесь теперь дисперсии еще возникает вот еще вот из-за вот этого то есть из-за того что я взял правильный градиент математическое ожидание фактически заменил на оценку по по батчу то есть получается есть такая двойная война увеличение дисперсии происходит вот дальше что народ придумывает разные методы есть на fix point я пропущу есть другие методы но вот контрольную переменную просто предлагается выбирать таким образом то есть вот здесь стоит rfx point это просто оценка градиента то есть вот надо просто взять снова контрольную переменную стойна и взять оценку взять оценку градиента так и будем то соответственно по по батчу вот ну это тоже все работает я здесь где-то по моему показываю здесь вот просто интересно посмотреть как вот если у вас есть вы фактически запустили вашу цепь сосчитали некоторые характеристику то вот как бы как и выглядит как выглядит динамика этой цепи если вы не применяли никакие контрольные перемены видно что она такая прыгающая вот если вы применили да то есть вот динамика становится такой более стационарный меньше прыгает так далее контрольный перемен они позволяют сразу видно что работа контрольных переменных делает ряд таким более стационарным но к сожалению может быть не совсем нет времени я просто хотел несколько слов про теорию сказать чтобы чтобы это было все-таки поинтереснее с точки зрения с точки зрения теории можно применять вот у нас есть и там и байсовская факторизация например там для проблем типа нетфликса то есть можно показывать как к таким проблем применяется что вот насколько реально можно снижать дисперсию по некоторым тоже траекториям делать достаточно такие стационарные цепи вот это я пробегу совсем давайте просто коротко пройдусь по теории по по них там вот идеям теоретическим первая вещь которая нам нужна нам нужно чтобы существовало в бесконечность то есть вообще говоря в принципе эту всю эту науку можно применять не только для марковских цепей но можно на самом деле для зависимых переменных главное что фактически была центральная предельная теорема в которой фигурировать вот это в бесконечность то есть вот и вот оказывается чтобы существовал в бесконечность надо чтобы фактически автокорреляции просто были хорошие автокорреляции чтобы они сходились какой-то последовательности то есть если я считаю выборщины автокорреляции здесь вот это аж стильдой я беру функцию h и и и сдвигаю на математическое ожидание пиотаж я здесь помню написал но это просто вот из из просто по определению вот надо чтобы моя последовательность она была какая-то я беру какую-то зависимую последовательность она должна быть у нее автокорреляции в общем должны себя достаточно правильно вести тогда в этом случае можно определить в бесконечность но это это в принципе задаром дает что все это ничего здесь такого сверхсверхумного нету все это просто вообще такой результат из анализа что лишь может мы тут как раз остановимся ставим пять минут на хотя бы пару коротких вопросов если они будут ну я уже совсем чуть-чуть прошелся бы чуть-чуть бы еще бы я могу эту это как раз опустить вот может быть что мечта менее понятное вот но но после чего раз я хочу повторить вот сформулировать основную теорему и и прокомментировать и тогда наверное будет может быть наиболее интересно то есть вот мы берем в качестве оценки в бесконечность вот это мы считаем что в бесконечность у нас существует в качестве оценки мы берем функцию vn то есть это некая взвешенной автокорреляции и теперь что мы делаем мы как бы берем класс контрольных переменных у которых pg равно 0 и соответственно минимизируем по нашу оценку нашей дисперсии в инфинити по этому классу и потом вычисляем оценку интеграла как просто f из f вычитаем вот эту нашу полученную контрольную переменную женская вот здесь можно даже разбивать выборка на две части то есть тестовый не тестовый вот и если мы там сделаем некие предположения прямо на убывание автокорреляции как я говорил то что вот вот эту вот эту сумму и чтобы вы бесконечность было легче резать есть у меня как я уже говорил геометрически бывает автокорреляции то вообще никаких проблем не возникает и тогда на самом деле можно сформулировать следующий теорем который основная теорема в этой статье теорема примерно следующий что смотрите у нас есть некоторая наша оценка здесь я называю аж с крышкой это f минус контрольные переменные но здесь я минимизацию виду вот смотрите здесь я писал что я минимизацию виду по классу же на самом деле есть некоторая техническая проблемка небольшая что с математической точки зрения столько с математической то есть не не с не с не с компьютерной реализации с математической точки зрения очень сложно работать с классом же общем то есть сначала надо на него как бы накинуть некоторую эпсилон сетку то есть чтобы фактически применять результаты из теории концентрации то есть у нас чтобы мы могли как бы оценки на вероятность объединения событий писать вот что по-английски значит юнион баунс писать вот то есть на самом деле ашнепси он это как бы минимизатор по по минимизатор в n по эпсилон сети вот и теперь есть я эту свою оценку подставлю в бесконечность и вычту из нее инфинум в бесконечности вообще просто по классу если я возьму здесь класс аж и перебегу по него по всему то оказывается что моя оценка она очень близко то есть это тоже называется excess риск т.е. эта теорема она провод этот добавочный риск то есть она не она это теорема ничего не говорит о том как будет мало вот это и инфинум как он будет мало но она говорит об икс с риски то есть вот оценивание вот эта инфинума это как бы такая очень классическая статистическая постановка оценить секс риск оценить вот этот инфинум он обычно очень мал если я беру достаточно богатый класс функции h то есть я возьму нейросети то нейросети достаточно хорошо аппоксимируют классы функции и тогда эту вещь можно сделать маленький маленький тоже вот и можно показать что моя оценка будет состоять из двух частей вот у нее будет некоторая величина альфа n здесь я беру обратную функцию которую вот видите здесь смотрите мне нужно вот мне нужна концентрация моей оценки выборочные оценки infinity вокруг среднего то есть и вот у меня есть альфа nt это такая скажем назовем функции концентрации вот если она маленькая или экспоненциально маленькая это хорошо да то есть для меня это будет очень очень классно и тогда я сюда подставляю то есть вот это первый слагаемый который еще зависит от эпсилон сети которые накидываю на функция плюс остальные слагаемые которые достаточно маленькие то есть вот здесь стоит эпсилон который отвечает за то что появляется эпсилон сеть вот и получается что вот как бы есть такая теорема вот этот слагаемый приходит из аппроксимации в бесконечности через в и наш вот и возникает вопрос как вот отшенивание вот этого на самом деле то есть вот при достаточно общих предположениях можно показать что вот эта разность она будет порядка фактически n степени минус 1 2 к сожалению это точно за эти медленные порядки к сожалению вот в маркерских цепях достаточно сложно сделать быстрые порядки которые как единицы на n себя ведут вот и фактически то что нужно делать это нужно вот оценивать вот эту концентрацию и вот если взять например алгоритм юла то для юлы можно написать такие оценки очень легко то есть вот для достаточно общей класса функции можно написать эти оценки они они как бы дают такие тип невеста типа бернштейна вот и после если эту оценку посчитать и подставить ее соответственно вот сюда то получится примерно вот такая вот величина вот я может быть да на этом остановлюсь вот значит на этой теореме не буду грузить дальше потому что дальше как где-то уйду во всякие там эти высештейн эргодичность чтобы я вышлю свою презентацию в общем кому будет интересно можете просто пролистать но на самом деле остаток презентации он про следующие вопросы он про то как оценивать для определенных классов функции h и маркерских цепей как оценивать вот эту функцию альфа n и когда выполнены вот эти условия cs и cd то есть когда существует в бесконечность и когда брят из автокорреляции характерно себя ведет то есть как когда авто корреляция убывает вот оказывается что при достаточно общих предположениях это можно для марковских цепей эргодичных там какой-нибудь высештейн 1 или высештейн 2 показать вот наверное все тогда на этом спасибо большое вот но было очень интересно так я выключу запись тогда спасибо